Привет, у нас сегодня очень важный урок. Сегодня мы будем изучать такой инструмент, как кисть. По сути, в фотошопе, если вы не художник, то работать кистью, как таковой, приходится не очень часто. Но свойства кисти, а также принцип работы этим инструментом, точно такие же, как и у большинства других инструментов. Поэтому, если вы не усвоите свойства и принцип работы кисти, то в последующем будет тяжеловато изучить другие инструменты. Поэтому попытайтесь сегодня все усвоить, если что, задавайте последующие вопросы в комментариях. Также изучим сегодня инструмент карандаш и такой инструмент, как ластик. Откроем фотошоп и создадим рабочую область. Я создал рабочую область 3000х2000 пикселей. Также создайте новый слой. Для этого нужно нажать в панели слои на вот этот значок. Как видите, у вас слой появился с серыми квадратиками, значит, что он у нас прозрачный. Также выберите любой цвет, отличный от белого. Допустим, вот такой фиолетовый или какой-то цвет. Напомню, что удобнее всего работать с моделью HSB. Для того, чтобы ее поставить, нужно нажать на этот значок и выбрать модель HSB. И приступим к самому инструменту. Инструмент кисть находится в панели инструментов и выглядит таким вот образом. Игрочкой клавишей на него является клавиша B. Выглядит он вот таким вот кружком. И разберем его свойства. Откроем, нажмем на первый значок. И у нас откроется вот такая панель. В версии фотошопа CS5 она будет, скорее всего, отличаться. И первым свойством у нас является размер. Размер это диаметр самого нашего инструмента. Либо габаритный размер, если у нас другая форма этой кисти. На данный момент у нас стоит 82. Если мы будем двигать этот ползунок, то у нас будет увеличиваться. Для того, чтобы не двигать эти ползунки, мы можем нажать квадратные скобки. Они находятся на клавишах с русскими буквами H и твердый знак. Если будем нажимать на левую скобку, то у нас будет уменьшаться. Если будем нажимать на правую, то она у нас будет увеличиваться. Поставим небольших размеров. И рассмотрим другие свойства. А, также можно для того, чтобы постоянно не нажимать в этом месте, это окно, мы можем нажать правой клавишей на любом месте рабочей области. Следующее, это можно выбрать форму кисти. Они у нас бывают различных форм, различных размеров. Эти кисти можно пополнять, их можно скачивать в интернете, можно самому добавлять. Как добавлять, я расскажу в конце этого видео. Но на этом уроке я вам расскажу все на примере самых стандартных, самых простых. Это эти вот кружков. Выберем первый самый, который такой, градиентный. И нарисуем линию на рабочей области. Как видите, у нас получилась кривая. Если мы зажмем Shift и будем зажатым Shift ввести кисть, то у нас будет получаться горизонтальная линия, если мы ввели вправо. Либо если ввели изначально вниз, то у нас будет получаться горизонтальная. Вот как бы мы не отклонялись от этой прямой линии. Также свойством кисти является то, что если мы, не меняя инструменты, сразу непосредственно только что проведенной линии, нажмем в каком-либо месте с зажатым Shift, просто нажмем, то у нас из предыдущего места выведется прямая линия. Итак, мы можем, зажимая Shift и щелкая в разных местах, получать различную ломанную линию. Отменим эти действия с помощью клавиши Ctrl-Alt-Z, либо в панели История. Разберем свойства жесткость. Оно находится у нас здесь, в этой панели. И на данной кисти у нас сейчас стоит жесткость нулевая. Для понимания, что такое жесткость, проведем линию с 100% жесткостью. Нажмем в любом месте, чтобы избавиться от этого окна. И зажатым Shift проведем линию. Как видите, у нас линия с 100% жесткостью имеет четкие края. А линия, проведенная с нулевой жесткостью, имеет размытые края, как будто она нарисована аэрозольным баллончиком. Также мы можем, ставя промежуточные значения, получать ту или другую степень размытости краев. Предельные значения 0 и 100 у нас имеются в этой панели. Возьмем опять же с нулевой жесткостью кисть. И рассмотрим свойства непрозрачности. Вот у нас непрозрачность. И здесь у нас она изначально стояла на 100%. Выберем, допустим, непрозрачность 50. И проведем линию. Вот, как видите, она у нас, соответственно, названию свойства стала полупрозрачным. То есть у нас стал проступать нижний белый слой. Обращу ваше внимание, что если мы проведем линию, пересекающую предыдущую, с не 100% непрозрачностью, то у нас она будет становиться менее прозрачной. То есть более темной. Поставим непрозрачность обратно на 100%. И рассмотрим такое свойство, как нажим. Изменим его 100% на, допустим, 60. И проведем линию. Вот, я вам напомню, что у нас вот эта линия с нажимом 62 и вот эта линия с таким же свойствами, такой же непрозрачностью и жесткостью, но с 100% нажимом. То есть оно как бы тоже говорит само за себя. У нас в этом случае мы как будто аэрозольный баллончик уменьшаем его мощность. И у нас получается как бы тоже с такой же непрозрачностью. То есть она является 100% в центре, но интенсивность этой линии уменьшается. Эти три значка у нас на данный момент нам не нужны. Они у нас нужны при работе с графическим планшетом. Но так как вы только начинаете учить Photoshop, вам они в принципе сейчас не понадобятся. Следующее свойство это режим наложения. На данный момент у нас стоял нормальный. Нормальный это такой режим наложения, как мы в принципе привыкли его воспринимать в жизни. Если вы поперебираете различные режимы наложения, и попробуете нарисовать линии одну по другой, то вы увидите, что каждая из них делает. Допустим, вот мы выбираем различные режимы наложения наугад, и будем проводить по одной и той же линии. И видите, у нас на местах пересечения у нас проявляются какие-либо другие свойства. Если мы будем брать другие цвета, у нас тоже будут проявляться свойства не такие, как мы привыкли их видеть. Вы в последующем их пощелкайте и сами разберетесь в них. Чаще всего эти режимы не используются, но вы должны о них в принципе знать и понимать, что это такое. Заранее обычно предсказать, как поведут себя наложение одного цвета на другой достаточно сложно, поэтому он обычно подбирается экспериментальным путем. Но чаще всего я повторю, что вы будете использовать режим нормальный. Но это была минимальная часть свойств этого инструмента. Основные свойства находятся в этой вот панели под названием кисть, где вы можете задавать различные способы представления кисти. То есть вот вы видите все те же кисти, что были у вас в той панели, которая вызывалась вот в этом месте. Но здесь вы можете намного... Здесь получаются расширенные настройки. Здесь вы можете задавать различную форму этого инструмента. Допустим, вот у вас на данный момент круг, вы можете его сжать или повернуть, управляя за эти рабочие инструменты. И видите, у вас снизу будет показываться, как будет изменяться линия, которую вы проводите. Поставим жесткость на 100%, чтобы отчетливо видно. Здесь вы можете задавать это в числовом виде. Здесь вы наглядно можете в интерактивном режиме видеть, как у вас будет изменяться линия. Для того, чтобы вы понимали, как формируется линия, вы можете подвигать за свойства интервала. И вы увидите, что по-настоящему кисть это множество фигур, наложенных одна на другую. И чем меньше у нас интервал, тем менее у нас заметен ее край. Чем больше будем увеличивать интервал, тем дальше у нас будут друг от друга получаться эти кисти. Соответственно, если мы будем выбирать какой-либо другой, они у нас будут тоже на различном расстоянии. Вот видите, если выберем такую кисть, у нас получаются вот такие вот странные вещи. Вот, выберем инструмент. По идее, у вас должен быть в стандартном наборе. Похоже вот на траву. И сделаем небольшие интервалы, чтобы они были отчетливо видны между собой. Также мы можем отразить, если у нас несимметричная кисть по X, либо по оси Y. Вот, допустим, сделаем вот так вот. Как будто это у нас волосы. И перейдем к следующим свойствам. В этой панели мы рассмотрим основные свойства. Остальное вы рассмотрите сами, потому что я только прощелкал все свойства. Посмотрев, как кисть себя ведет, вы сможете запомнить и понять, как здесь работать с этими расширенными настройками. Итак, следующий раздел у нас – динамика формы. Если мы его нажмем, то у нас поставится здесь галочка. И здесь мы можем выбрать соответствующие свойства. Колебания размера. Вот вы будете сразу в интерактивном режиме наблюдать, как они будут изменяться. То есть, колебания размера. То есть, как у нас будет изменяться кисть в процессе ведения ее. Минимальный диаметр. Колебания угла. Вот мы можем поворачивать эти ворсинки. Колебания формы. Если у нас есть графический планшет, то мы можем выбрать здесь нажим пера. И у нас вот эти свойства, минимальный размер колебания угла у нас будет регулироваться с помощью нажимания и отпускания стилуса. Следующий свойство у нас – рассеивание. Здесь мы можем поставить, на каком расстоянии друг от друга будут находиться эти кисти. Вот, как видите, достаточно большое. набор свойств. Следующая у нас – текстура. Здесь мы можем налаживать различные фоны на эти кисти. Но, в принципе, она очень редко используется, как минимум мной. Двойная кисть – это когда вы можете одну кисть проявлять через другую. Вы тоже должны это пощелкать сами, и только тогда вы поймете понастоящему, что это такое. Динамика цвета – это вы можете задать цвет, допустим, коричневый, и изменять его, допустим, насыщенность от одной кисти, от одного волоса к другому. Также насыщенность, яркость и все остальное. Это вот три свойства, которые, допустим, я использую чаще всего. А остальные свойства вы прощелкаете сами и посмотрите, что они делают. Тогда вы запомните это очень хорошо. Вернемся в форму кисти, отразим ее по х, берем с у, и вот видите, у нас получилась как будто трава. Мы можем выбрать зеленый цвет, выбрать размер кисти побольше, и вот мы проведем линию. И у нас как будто появляется трава. Мы можем выбрать, допустим, динамика цвета, либо поставить просто-напросто темнее траву, выбрать, увеличить размер кисти, и вот у нас получается уже более правдоподобная трава. Также можем задать поворот, что у нас было более правдоподобно, то на данный момент как будто у нас ветер очень сильно дует. Изменим колебания угла. Вот, допустим, так. И видите, у нас становится более правдоподобно. То есть вы поняли смысл этого инструмента. Скроем эту панель. Еще у нас есть еще одна панель, это набор кисти. Это фактически та же панель, что и здесь. Просто вы видите, как оно будет в продолжении получаться. И здесь вы можете регулировать размер кисти. Поставим обратно и выберем эту кисть. Следующий инструмент у нас карандаш. Карандаш является фактически той же кистью, но с очень обрезанным функционалом. Если честно, я не скажу, каковы преимущества карандаша перед кистью в фотошопе, где он может использоваться там, где нельзя использовать кисть. Но, в принципе, чтобы вы знали, что такой инструмент есть. Следующий инструмент, который я хотел вам рассказать, это ластик. Его значок выглядит таким образом. И вызывается он на горячую клавишу И. Он имеет те же самые свойства, что инструмент кисть. То есть, вы можете задавать форму его, его жесткость, его непрозрачности. Соответствующий своему названию ластик, он стирает нарисованное на слое. То есть, если мы проведем вот по этим линиям, он у нас будет их стирать. Если мы, допустим, изменим кисть, он будет стирать вот с такими вот размытыми краями. И обращайте внимание всегда, что вы стираете. Вот в данный момент у меня открыт верхний слой, и он стирает именно верхний слой. Если у меня на нижний слой был бы залит, допустим, другим цветом, то у меня просто упал бы этот цвет. Поэтому я всегда обращаю внимание, на каком слое вы сейчас работаете. С ластиком, в принципе, должно быть все понятно. Это достаточно простой инструмент. И в последующем я вам расскажу, что фактически он используется только при работе с кистью. Фотографии лучше этим инструментом не стирать. Хотя это, в принципе, возможно. Выберем обратно инструмент кисть. И сделаем ее меньших размеров. Нажав на квадратную скобку вниз. Еще обращаю ваше внимание на то, что иногда, не знаю, я на многих компьютерах видел этот глюк, когда вы нажимаете много раз на квадратные скобки, у вас удаляется слой, на котором вы сейчас находитесь. Поэтому не пугайтесь, просто нажимайте несколько раз Ctrl-Alt-Z, пока у вас слой не появится обратно. Это какой-то глюк, сложно сказать, с чем он связан. Но на некоторых компьютерах это свойство такое проявляется. Итак, мы уменьшили размер кисти. Допустим, изменим цвет. Выберем кисти, сделаем кисть более жесткой на 100%. Теперь рассмотрим процесс добавления кисти. Удалим этот слой, на котором у нас все располагалось. И создадим новый. Выберем кисть. Сделаем еще все-таки меньше. Вот, допустим, таких размеров. И, допустим, нам не хватает какой-либо кисти, и мы хотим добавить кисть, допустим, в форме доллара. Рисуем доллар, значок доллара. Вот, допустим, такой. Обращайте внимание, что у нас должен был быть создан пустой слой. Теперь обратите внимание, что мы, как и любой предмет, можем этот слой двигать, выбрав инструмент. И вот, у нас выделился сразу объект, который у нас здесь находится. Также мы могли, как я вам раньше говорил, при активном другом инструменте нажимать на контр. Но это так, отступление не относится к самому добавлению кисти. И теперь, смотрите, мы наводим слой на этот квадратик с нашим долларом, и зажимаем контр. И у нас значок руки меняется на руку с таким вот квадратом, с пунктиром. И нажимаем. Как видите, у нас выделился значок доллара. Про различные виды выделения я вам расскажу позже. Сейчас вы просто запоминаете ход действия. Вот, у нас выделился этот объект. И теперь мы нажимаем редактирование и определить кисть. Вот, у нас вышло такое окно. Здесь показано, какого образа будет кисть, ее размеры. Но размеры нам не важны, мы в последующем можем их сменять. Можем здесь назвать ее, допустим. И нажимаем ОК. Вот, видите, у нас добавилась наша кисть. Вот, она таким образом будет вестись, если мы ее поставим в минимальный интервал. Этого у нас больше не нужно. Вот, мы ее D. Для того, чтобы убрать это выделение, мы нажимаем Выделение меню и Отменить выделение. Либо нажимаем Ctrl D. Вот, как видите, у нас кисть стала в виде доллара. Теперь выбираем любой цвет, открываем свойства кисти и нажимаем форма отпечатка кисти. И смотрим, что у нас получается. Мы уменьшаем, допустим, размер кисти, вот в кегль это, и увеличим интервалы. Вот, видите, у нас кисть будет теперь вот такого образа. Дальше нажимаем Динамику формы. Можем задать различные колебания размера. Минимальный размер различный. Колебания угла, на который оно будет все повернуто. Колебания формы. У нас будет искажаться. Минимальную форму. Также, допустим, ставим рассеивание. Вот, видите, если мы хотим создать какой-то фон, и нам лень рисовать очень много долларов, мы можем сделать так. Дальше мы ставим, допустим, Динамику цвета. У нас будет изменяться, допустим, насыщенность тона. Эти все ползунки устанавливаются наугад, и вы просто последующим империческим путем определяете, подходят вам эти параметры или нет. Изменяем яркость, какие-либо параметры. Просто ставлю сейчас я их наугад, для того, чтобы вы поняли смысл. Закрываем окно и рисуем. Видите, у нас получается очень интересный такой фон. У нас сразу изменяется и цвет, и сразу изменяется и размер, и поворот. Главное, что вы видите, не останавливайтесь, у вас будет, вот они не будут концентрироваться в одном месте. Вот, и таким образом мы можем создавать очень интересные вещи. Таким образом создается трава, таким образом мы можем создать бороду. Очень много вещей создается этим способом. Поэтому обратите внимание на этот способ. И последний инструмент, который мы сегодня рассмотрим, это будет инструмент пипетка. Он находится в панели инструмента в этом месте. Выглядит таким образом. И горячей клавишей для него является клавишей I. Что он делает? Он просто, им просто можно выбирать цвет, который у нас будет ображаться в этом квадрате. Если мы понажимаем вот в этих местах, как видите, у нас квадрат меняет цвет. Вот, если мы будем ввести, у нас будет изменяться. Также с помощью этой пипетки можно выбирать цвет не только из фотошопа. Допустим, можем выбрать цвет моего монитора. Для этого я, видите, уменьшил рабочее окно фотошопа. И смотрите, я нажимаю пипетку и веду ее нажатой из фотошопа. И как видите, теперь куда я навожу, у меня квадратик в фотошопе, который в панели цвет, изменяет свой цвет. Вот, я, допустим, выбираю цвет значка фотошопа. Вот. И теперь обратно открываю этот. И теперь я могу рисовать кистью этим цветом. Также, чтобы отдельно не открывать инструменты, пипетку можно при активном инструменте кисть зажать Alt. И у нас появится тот же инструмент пипетки. При этом, заметьте, что на фотошопе, те, кто работает на фотошопе и CS5, у них не появляется вот этот вот значок круга. У них просто будет меняться цвет в панели цвет. В принципе, на сегодня все. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...